Добрый день! Меня зовут Александр, и сегодня я расскажу вам о бюджетной серии микшеров Yamaha MG. Yamaha MG это бюджетные микшеры с хорошим качеством звучания. На примере микшера MG124 мы расскажем, за что же отвечает каждая ручка. Стоит сразу же упомянуть, что буквы в конце названия микшера говорят о том, что буква C означает, что микшер обладает встроенным компрессором, который, как правило, на различных ячейках у старших моделей и у младших разное количество. Буква X означает, что в данном микшере присутствует процессор эффектов. На примере канала 1 мы расскажем, что же здесь есть. Канал обладает входом XLR для подключения микрофона, линейным входом на джеке, входом и выходом для подключения в качестве в инсерт какой-либо обработки, регулятором проруссиления, регулировкой действий компрессора, назовем это так, поскольку компрессор здесь автоматический, и одной ручкой вы управляете сразу несколькими параметрами, это порогом и усилением. Есть эквалайзер, высокие, средние и низкие частоты, регулировка уровня для AUX, переключение при пост для AUX, регулировка подачи сигнала на блок эффектов, регулировка панорамы, включение и выключение канала, это равносильно кнопки mute на других микшерах, выключение pre-fader line, post-fader line, ну и, собственно говоря, основной фейдер этого канала. Также есть переключение маршрутизации на группу 1.2, либо включение на main AUX. Также микшер обладает стереофоническими входами, это каналы 5.6, 7.8, каналы 9.10 и 11.12. Каналы 9.10 и 11.12 уже не позволяют подключать микрофоны, но зато обладают, помимо входов на джеках, входами на RCA. Как я уже говорил, микшер обладает блоком эффектов. Здесь эффекты в основном основаны на задержке, реверберация, дилей различные, хорусы, флэнжеры, фейзеры, также есть автовал и дисторшн. Есть регулировка уровня сигнала, также есть, так скажем, регулировка громкости какого-либо из этих параметров. есть входы для подключения дополнительной обработки какой-либо, то есть есть пассы и ретуринг. В данном случае возврат может быть стереофонический. Также есть выход для записи сигнала с этого микшера, есть вход для подключения, к примеру, CD-плеера, либо MB3-плеера, есть основной выход на джеках, на XLR, выход с группы, мониторный выход, выход на наушники, а также гнездо для подключения педали, чтобы включать-выключать эффект. Также на микшере есть кнопка включения фантомного питания, регулировки громкости возвратов, посылов, громкости эффекта, переключение сигнала на наушники, то бишь это либо сигнал с группы, либо основной стереофонический сигнал, также переключение сигнала на мониторы, тугулировки громкости группы 1-2, посылки с нее на main-out, ну и конечно же самый главный фейдер – стерео-out. Микшеры серии Yamaha MG бывают нескольких видов, с эффектами, без эффектов. Старшая модель MG 166 выпускается также с USB-выходом. Микшеры этой серии являются, наверное, лучшими по соотношению цена-качество и идеально подходят для небольших клубов, репетиционных залов, а также домашних студий для различных коммутаций. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ